Здравствуйте, уважаемые зрители! Настало время очумительных историй. Сегодня хотел бы вам рассказать про то, что, в общем-то, волнует, я думаю, всех игроков, которые играют в различные всякие ММО-проекты, ну и другие онлайн-вещи, поскольку неотъемлемой частью любой игры является модель её монетизации. Ни для кого не секрет, что моделью монетизации игра от Wargaming является принцип free-to-play, то есть можно играть абсолютно бесплатно, пользоваться, ну, практически, что всем функционалом, ну, на самом деле, всем функционалом, кроме, если уж рассматривать прем-танки как отдельной какой-то сущности. Но сегодня я хотел бы вам рассказать вещи, которые я почерпнул из интервью, можно так сказать, из статьи, которую опубликовал один человек, который приложил свою руку к созданию модели монетизации кораблей, и вообще человеку очень опытному. Зовут его Рамин Шакризаде, и этот человек создавал в 2014 году модель монетизации кораблей. Вообще он работал в большом количестве различных фирм, создавал модель монетизации там, сейчас он уже не работает на Wargaming, человек американец, сейчас он в Британии, работал в Wargaming Америка на протяжении двух лет. И я хочу вас познакомить с теми вещами, которые он рассказывал о модели монетизации. Вещи эти достаточно интересны, как мне кажется, и для тех, кто интересуется глубоко играми и любит их анализировать, я думаю, что это будет довольно-таки полезно и интересно. Так вот, начнем откуда-нибудь издалека, скажем так. Вообще, люди, как они донатят в игру и с чем вообще это связано? Как бы в кораблях, насколько мы знаем, достаточно специфичные аудитории. Это аудитория, которая медиана возраста в районе 40 лет. То есть аудитория достаточно возрастная. Может сложиться превратное впечатление, что эта аудитория достаточно импульсивна в том, что она делает, то есть как она донатит, как она разбрасывается своими деньгами. Но на самом деле это не так. Люди, чем они старше становятся, тем более ответственно подходят к тому, как тратить свои деньги. И большая часть вещей, которые я скажу, это вещи, которые были подчеркнуты из этой статьи, как раз на опыте во многом как раз на создание монетизации для кораблей. Дело все в том, что для того, чтобы человек первый раз задонатил, человек, который имеет деньги и который условно называется кит, должно пройти порядка 18 дней. При этом человек, который донатит намного меньше, называется он, например, дельфин, ну это условные термины, он донатит примерно там через дней, там где-то 12-14. И, соответственно, мелкая рыбешка донатит дней через 8. Более того, этот самый кит, который донатит, он будет продолжать донатить и дальше. То есть донатив один раз, донатит и сейчас. По поводу вообще процентов людей, которые донатят в игру. 99% предложений, которые предлагают онлайн игры, получают так называемый reject, то есть отказ. То есть только 1%, 1% успеха коммерческих предложений в играх, предложений доната, находит своего потребителя. И 99% отказа это норма по индустрии. Причем, ну, больше, скажем так, 98% это норма. Игры, которые могут похвастаться 5% принятых предложений в качестве доната, это, можно сказать, уже очень-очень большой успех. Вообще, если обратиться к тому, сколько люди в среднем донатят, сколько аудитории донатит, то 52% человека, задонатив один раз, не донатят больше никогда. При этом стоит теперь обратиться уже непосредственно к тому, именно к нашей игре, и сделать некоторые интересные умозаключения. Если вы не знали, я опять же вам расскажу, в танках аудитория достаточно своеобразная, и она отличается во многом от кораблей, несмотря на то, что там много людей всех возрастов, большую часть там составляют школьники, по большому счету. И это можно проследить даже на общей доступной статистике групп ВКонтакте. Практически все группы, посвященные танкам, имеют свою целевую аудиторию, пик порядка 30-50% на возраст 18 лет и меньше. Эти люди, назовем их условно детьми до достижения 18-летнего возраста, донатят довольно-таки импульсивно, но донатят быстро и потом, скорее всего, не донатят. Выводы, которые были сделаны в танках, я думаю, были приняты и дополнены теми выводами, которые были сделаны в самолетах, потому что аудитория там хоть и более возрастная, но тем не менее, я думаю, что мало отличается. И на основе всех этих выводов, я думаю, что были сделаны корабли. У Рамина в LinkedIn есть интересная вещь, написанная о его предыдущей работе, работе в Wargaming, когда его пригласили весной и летом 2014 года, перед релизом кораблей, создавать основу монетизации, то его предложили создать ему первую справедливую модель монетизации для фри-то-плей игры. Причем слово «fair» коопливается как «справедливость», здесь и то в кавычки, поскольку дальше идет разъяснение. То, что понятия «fair» в России и в Европе имели совершенно диаметрально противоположное значение, и уже по ходу работы Рамин убедил, соответственно, команду разработки в Петербурге, что необходимо перейти на европейское понимание модели «fair», то есть справедливая действительно модель монетизации. Остается только догадываться, что первоначально влезть и поднимали под словом «справедливый». Соответственно, оставив определенные наработки, которые в дальнейшем уже развивались и развиваются по сей день, без его участия, обратимся теперь уже непосредственно к тому, что он говорит о вообще положении, в принципе, в игрострой. Вообще, Wargaming, по его мнению, является оазисом, а все остальное является пустыней. Пустыней в том смысле, что практически все фирмы, которые разрабатывают игры, в своих играх пытаются получить прибыль в первые часы, в первые чуть ли не минуты. Геймплея, соответственно, игрока в их игре. При этом он их убеждает в том, что необходимо, соответственно, это время увеличивать. Ну, я не делюсь своим опытом, что чем позже игрок заплатит, по большому счету, чем позже игроку предложат заплатить, тем лучшую аудиторию, более платежеспособную, привлечет игра. То есть, здесь можно уже сделать, ну, буквально-таки вывод такой, что эта игра наша, World of Warships, получилась такая из-за той аудитории, которую хотел себе получить Wargaming. А именно, уже импульсивная молодая аудитория есть, соответственно, в танках, в самолетах примерно та же аудитория, и учитывая меньшие, намного меньшие, на два порядка меньшие масштабы играющих людей, выгоды никакой нет, соответственно, если корабли не зайдут, они вряд ли зайдут в лучшем танке, они и не зашли, то каким образом можно максимизировать выгоду с этой игры? Естественно, заманить тех самых китов, которые будут платить и донатить, и будут продолжать это делать, продолжать делать большие транзакции. Соответственно, любая игра начинается с написания технического задания, и в этом техническом задании должно быть прописано, для какой аудитории эта игра делается. Было прописано 40 лет, первая транзакция должна быть примерно где-то через 16-18 дней, и заплатив тогда, платишь и сейчас. Поэтому, в общем-то, снимаются практически все вопросы по поводу того, почему у нас такая игра, и для кого она делается в первую очередь. Поэтому убыстрение геймплея, там, например, или еще чего-то ждать не стоит. Ровно тем же самым можно объяснить те самые хэллоуинские пакеты, которые стоили много, и в них было включено много того, что игрокам многим, опять же, было не нужно. Насколько многим? Если вы хотели корабль, который стоит 2 800, купить за 2 000 без всего, то, скорее всего, вы не та самая платежеспособная ЦА, вы не тот самый кит, который платят постоянно. Если вы были этим китом, вы увидели, что за 2 800 вы теперь можете купить не только корабль, но еще и дублоны, которые вы купили и без этого, а еще и модернизации, на которые надо зарабатывать кредиты, а вам играть некогда, потому что вам 40 лет, вы работаете, у вас семья. Поэтому, собственно, все те вопросы, которые возникают, они практически моментально решаются путем прочтения статьи человека, который эту игру разрабатывал. Ну, по факту не разрабатывал, он оставил модель монетизации, потомков которых мы видим сейчас. Что еще интересно можно почерпнуть из этих вещей? Вообще, тот принцип, который сейчас является, появляется в игрострою, он уже появился, скажем так, носит название Fun Pain, то есть веселая боль. Именно по такому принципу сейчас игры и делаются, по принципу веселой боли. Этот принцип был разработан где-то в 2010-2011 году, но как минимум озвучен в то время. Дело все в том, что до этого момента разработчики старались приносить удовольствие игрокам своими играми и насыщать их большим количеством контента и соревноваться, у кого контента больше, EVE Online, Warcraft, да та же самая линейка, хотя в меньшей степени. Все эти игры были очень богаты контентом, но при этом монетизации, как таковой, агрессивной, у них не было. Появились определенные проблемы, некоторые люди стали за реальные деньги фармить голду в игре, да и сейчас, в общем-то, есть такие люди, которые могут прокачать тебе десятку за деньги, и это отняло большую долю прибыли у этих игр, и они решили подумать, а как же нам эту самую прибыль, соответственно, удержать. И вот, в общем-то, на арену и вышел этот способ FunPay. Соответственно, надо страдать ровно столько, чтобы стабильно донатить. При этом сильно страдать нельзя. Вернее, нельзя заставлять игрока сильно страдать. В общем-то, большая часть этого применена в разных всяких мобильных приложениях, которых сейчас очень много, но, тем не менее, есть примеры и в современных играх. Я неоднократно заикался про такую игру, как Elder Scrolls Online, и Рамин в нее тоже поиграл в то же самое время, когда и я. И, в общем-то, рассказал некоторые интересные вещи, которые, например, простому игроку сразу незаметны. И эта вещь очень хорошо показывает, как разработчики изнутри подходят к созданию своей игры. Разработчики задаются многими вопросами, например, как заставить игрока платить за то, что он и так может получить в игре бесплатно. Ну, действительно, сложноватый вопрос. Какой ответ? Fun Pain. Он должен страдать. Соответственно, еще один вопрос. А должен ли я заставлять своих игроков фрустрировать? То есть, заставлять их делать какой-то неудобный выбор, заставлять испытывать какие-то там муки, еще что-то? И ответом на это является да. Потому что это тоже подходит под концепцию Fun Pain. Например, в той же самой Elder Scrolls у вас есть сумка на 60 слотов, есть банк на 60 слотов. И рано или поздно, а, в общем-то, достаточно рано, буквально через один день, два дня геймплея, вы понимаете, что вся ваша сумка и банк забиты разными рунами, травками, рудой, деревяшками, мечами и тому подобным вещами, которые вам вроде бы как нужны. И у вас наступает ситуация, называемая Inventory Lock, по факту, когда вам нужно что-то выбросить для того, чтобы что-то взять. И здесь вам приходит на помощь тот самый святой донат, на Subscription Model, то есть вы платите вместе, покупаете по факту прям аккаунт, и вам становится доступна бесконечная сумка для крафта, куда вы сможете сложить практически 90% своего инвентаря. И тут как раз наступает то самое. Вы страдали, вы фрустрировали, что же вам выкинуть, что же вам выбрать, и после этого у вас фрустрация заканчивается, и вы стабильно подсаживаетесь на иглу доната. По большому счету, в играх от Wargaming этой самой иглой доната является, ну, можно сказать, что кач и прокачка до топовых уровней, потому что вы качаетесь, качаетесь, вам приходится периодически фармить на пятом уровне для того, чтобы играть на девятке, возвращаться туда-сюда, и вы думаете, что же, вот мне как провести один час вечера, поиграть на девятке, и потом два дня фармить на пятерке, или я сейчас куплю прям аккаунт, и больше не буду играть на пятерке, и буду играть только на девятке. И вы решаете, что вам время дороже, и вы донатите. Именно так это и работает. Современные игры, причем, к тому же, растягивают намного свое удовольствие, и грамотный геймдизайнер может запросто взять и 50 часов геймплея превратить, например, в 500 часов прогрессивного геймплея. То есть, вместо того, чтобы просто там быстренько открыть корабли, вы будете открывать их долго. Помимо этого, он умеет взять и что-то старое, завернуть в новую оболочку, и подать вам под новым соусом, для того, чтобы у вас не создавалось впечатление, что вы делаете что-то опять. И таким образом еще больше увеличить геймплей прогрессии. Например, приближающиеся кампании, в которых вам надо набить 50 тысяч урона в бою, сделать три фрага или попасть 10 раз торпедами. Это те же самые задачи, которые уже есть, но под другим соусом. И эти кампании снова надо проходить. Таким образом, общий геймплей прогрессии у вас еще больше увеличивается. И чем этот геймплей прогрессии больше, чем он дольше, чем больше таких заданий есть, тем дольше те самые киты, про которые говорил вначале, остаются в игре, значит больше донатят. Причем современные игры из так называемого Оазиса, то есть в том числе игры от Wargaming, видимо, имеют этот геймплей прогрессии в районе полутора тысяч часов, а может быть даже и больше. Причем, каким образом еще можно пойти и привлечь какое-то количество игроков, в том числе китов, в игру, можно, например, пойти от знаменитостей и пригласить кого-нибудь рекламировать в вашу игру. Как, например, сделала Кейт Эптон, Марая Кэрри, или Арнольд Шварценеггер, ну или, например, Стивен Сигал. Соответственно, это можно тоже использовать для привлечения игроков, и это достаточно распространенный ход, который также применялся, и вот сейчас был применен еще один раз. Таким образом, я думаю, вам стало немножечко что-то более понятно, может быть, вы открыли для себя что-то новое, но я думаю, для тех игроков, которые постоянно задумывались над тем, а как, а почему, и что там происходит, а почему я страдаю, ну, если вы страдаете, и при этом не донатите, то, скорее всего, вы не тот игрок, который нужен этой самой игре. А те игроки, которые страдают и донатят, ну, соответственно, они тоже есть, но в основном не так многословно, как те, которые хотят все на халяву. К сожалению, вы не ЦА, и делать для вас ничего не будут. На сегодня все, что я хотел вам рассказать, наш вечер очумительных историй подходит к концу. Как всегда, с вами был Фориус, и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин